В апреле 1916 года в один из дней сразу четыре художника собрались в квартире Федора Ивановича Шаляпина, чтобы написать его портрет. Звезда Мариинского театра позировал всем одновременно, и на выставке мы словно погружаемся в это действо. В инженерный дом Петропавловской крепости экспонаты перевезли из квартиры знаменитого певца, пока сам музей на улице Графтио закрыт на ремонт. Но на выставке не воссозданы комнаты точь-в-точь. Это инсталляции по мотивам интерьеров квартиры, воспоминания о доме Шаляпина и коллективное написание портретов гостиной одной из них. Это фотография как раз того самого дня. Здесь мы можем видеть всех четырех художников. Те полотна, которые мы видим рядом, возможно, стоят прямо перед ними. Шаляпин все-таки имел много друзей-художников, и очень часто они писали его портреты, и очень часто он был их музой. Своих многочисленных друзей Шаляпин, как радушный хозяин, любил приглашать домой. Компании в квартире певца собирались большие. Вот за этим столом могло разместиться до 30 человек. Это стол сороконожка, он раздвижной. И всей большой компанией они веселились, обсуждали, как прошла та или иная встреча, как прошел концерт или выступление. А за этим большим зеркалом спрятан экран. На нем возникают те самые воспоминания. В виде хроники и фотографии они показывают жизнь квартиры Шаляпина. В доме музея помимо гостиной и столовой представлены еще будуар и спальня, но здесь мы можем их увидеть немного в другом формате. Да, здесь мы хотели передать бытие именно музейное. Здесь представлено открытое хранение, так называемое. Эта лампа стояла у нас на столике для рукоделья Марии Валентиновны Пицольт, хозяйки дома. На фоне портретов, которые мы с вами стоим, она бдит и смотрит за тем, как вещи из ее дома на данный момент хранятся. После эмиграции Федора Шаляпина его квартиру уплотнили и превратили в коммунальную. Среди ее жильцов был секретарь певца, ставший ему близким другом, и сайт дворищен. Он смог уместить буквально в одну комнату все, что осталось от дома Шаляпина. И сегодня именно из этих вещей и состоит почти вся коллекция музея. Очень мало кто говорит про стены, которые хранят эту историю. Что было здесь при Федоре Ивановиче Шаляпине, что было здесь после того, как он уехал, что было после того, как открылся музей. И мы надеемся, у нас получилось рассказать об этом в такой небольшой территории. Выставка будет открыта до января 2026 года. После этого экспозиция вернется в квартиру знаменитого Баса, и перед посетителями вновь предстанут ее интерьеры, такие же богатые, как и творчество хозяина, мастерски перевоплощавшегося на сцене и в Мефистофеля, и в Бориса Годунова.